Какой была Караганда в 30-х годах прошлого века и какой стал сейчас свой родной город, жители шахтерской столицы увидели на выставке «Мой любимый город Караганда». С книжной экспозицией познакомилась и наша съемочная группа. Фотодокументы, книги, экспонаты. Сквозь эти материалы горожане увидели историю Караганды в библиотеке имени Гоголя. В книгах о шахтерской столице описан огромный период, начиная с 30-х годов прошлого века по настоящее время. Эти книги, периодические издания, картины пропитаны историей центрального Казахстана. В них рассказ о том, как из небольшого поселка Караганда доросла до одного из крупнейших городов республики – центра металлургической и горнодобывающей промышленности. Цель нашего проведения такой выставки – это познакомить население нашего города с историей Караганды. Не только старшего поколения, но также и подрастающего поколения. В этот день также открылся кружок «Юный краевед» для ребят, которые интересуются историей родного края. Среди них – семиклассник Данил Каменев, который увлекается краеведением уже два года. По словам школьника, это очень занимательно и полезно узнавать новое. На занятиях мальчик успел познакомиться со многими людьми, среди которых журналисты, историки, преподаватели. Кроме того, «Юный краевед» узнал о торговых домах, постройках и заводах Караганды прошлого века. Недавно у нас была встреча с известной журналисткой, Кузнецовой Екатериной Борисовны, которая рассказала нам о постановлении города. И сегодня у нас тоже проходит мероприятие, на котором собрались много известных людей, и мы узнали много нового. Например, какие были новые магазины, бани, шахты. Юбилейная выставка «Мой любимый город. Караганда» продлится до декабря 2014 года. У горожан есть возможность познакомиться с богатой историей Караганды. Десятки высших учебных заведений, исследования ученых в сферах здравоохранения. Об этих отраслях науки можно узнать на выставке. В книжной экспозиции представлена история о бакынах и поэтах того времени. Бакат Гулякасова, Виталий Силин, Артем Ковалев, 5 канал.